Микроавтобус в центре города – это и есть мобильная медицинская амбулатория. Здесь быстро и анонимно можно пройти тест на ВИЧ, гепатит и сифилис. Место вот сбоку немного придавливаете. Все, убираем. Процедура длится около 15 минут. Нужно просто сдать кровь из пальца. Экспресс-тесты показывают наличие антител вируса в крови человека. Консультируют и проводят тестирование ассистенты. Представители Запорожского благотворительного фонда «Надежда». За полтора года работы, говорит Анна, статистика выявления заболеваний растет. 100, наверное, да, один позитивный ВИЧ, гепатитов, конечно, чаще. Возле микроавтобуса собрались уже больше десятка пологовцев. На проверку пришел и Юрий. Мужчина каждый год сдает подобные анализы. Экспресс-тестированием воспользовался впервые. Две ночи будут звонить в команду, чтобы проезжали лаборатории. Для прохождения дальнейшей військовой службы по контракту надо пройти все тесты. Чтобы не ездить за место Запорожья, решили пройти в пологах. В первую очередь проект фонда направлен на работу с пациентами группы риска. «Моя задача как социального работника – обучить таких людей, чтобы они могли самостоятельно в дальнейшем покупать в аптеках, приобретать такие тесты на ВИЧ, гепатит С, Б и сифилис. И самостоятельно могли в домашних условиях проводить себе такой тест, то есть знать о своем статусе». Помимо пациентов из группы риска, пройти быстрое обследование в Пологовском районе мог каждый желающий. Приезд мобильной лаборатории инициировали в местном центре первичной медицинской помощи. Врачи констатируют, многие люди не проходят обследование. В результате заболевание может приобрести неотвратимый характер. «Это связано с тем, что люди не желают, не турбуются за свое здоровье, або не хотят бороться с тем, и каждый из них думает, что это не может их касаться. Но каждый должен понимать, что все, кто контактует с кровью, но и обследуют маникюры, салоны, бывают у стоматологов, было переливание крови, проводились операции, чайки любые манипуляции и другие, должны обязательно сдавать». Экспресс-тесты определяют наличие антител в крови человека на 99%, но для точного результата лучше прийти и сдать анализы в больнице.